В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Наталья Скотникова, оптометрист салона «Оптика-сервис». Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про линзы. Одна из разновидностей – прогрессивные. Кому они показаны? Линзы прогрессивного дизайна показаны людям среднего и пожилого возраста. У тех людей, которые началась пресбиопия. В пресонародье это дальнозоркость называется. Нечёткое зрение на ближних дистанциях и средних дистанциях, то есть компьютер. Также с возрастом начинается ухудшаться зрение вдаль, и приходится людям иметь несколько очков для близи отдельно, для компьютера и для далее. Так вот, линза прогрессивного дизайна совмещается с три зоны. То есть верхняя линза разделена для дальней зоны, средняя дистанция компьютерная и для близи. А в чём уникальность этих линз? В дизайне. То есть линза не имеет быстрого перехода, идёт плавный переход от далее к близи. За счёт этого лучше работает аккомодация, меньше устаёт хрусталик, и человеку более комфортно иметь такие очки. Также, опять же, люди, которые посещают театр, нужно посмотреть далеко, хорошее видение, близкое расстояние, для водителей очень удобно. Переключаться вдаль, посмотреть, допустим, на телефон или на панель. Есть ли какое-то специальное покрытие для того, чтобы удобно было водить автомобиль? Есть. Есть такое покрытие, тоже, опять же, блокирует синий цвет, 64%. Что это значит? Когда человек едет за рулём в вечернее время суток или в ночное, происходит засвет фарами. Одна секунда засвета – это 10 метров слепого пятна. И для этого придумали, опять же, разработали специальное покрытие, которое 64% блокирует этого засвета, и у человека не возникает вот этого слепящего пятна. То есть можно на свои очки дополнительно внести этот покрытие? Да, выбрать дизайн линзы именно с таким покрытием. А как ухаживать за такими линзами? Уход очень простой. Есть специальные средства по уходу линз с такими покрытиями, специальные салфеточки, которые протирать надо. Естественно, в футлярах положить нужно эти очки на стол или в карман, и класть такие очки нельзя. Нужно идти к врачу в поликлинику, чтобы он помог выбрать линзы, или можно это сделать в салоне оптика сервиса? Нет. Вы знаете, такой рецепт нужно выписывать в оптиках. Специальный специалист подходит индивидуально по отбору очков. Учитываются все параметры зрения, индивидуальные параметры пациента. То есть, допустим, человека, который работает в магазине, или, допустим, водитель, или в кабинете учитель. Тоже разные дистанции. Это всё учитывается. Самая процедура сколько времени занимает? Да. Процедура занимает где-то около 40 минут. То есть, не так долго? Это считается долго, потому что подбирается, опять же, зрение, проверка зрения. Далее мы идём с пациентом выбирать оправу, чтобы была правильная посадка, правильный наклон оправы, чтобы разметка вся соответствовала оправе. То есть, полностью очки он получает через сколько дней? Заказ где-то 3 недели. А линзы офисного дизайна что из себя представляют? Офисы офисного дизайна – это упрощённые прогрессивные линзы. То есть, это вот именно для тех людей, кто долго работает в офисах, в кабинете, и нужна большая средняя дистанция, зона большая. Какое-то специальное покрытие предусмотрено для этих линзов? Да. Есть специальное покрытие от синего цвета. Что это такое? Компьютер у нас излучает вредный свет синий, который проникает к нам в глазки и нарушает работу. И хрусталик, и маку, и зоны тоже это как бы вредит частично. Вот поэтому производители придумали, разработали специальное покрытие от синего цвета. Он не блокируется полностью 100%, потому что это вредно. Он блокируется где-то на 73%, что помогает людям долго работать за компьютером. Глаза не устают? Не устают глаза, и синий цвет не проходит к нам в глазки. Можно ли их использовать вместо очков? Естественно. Это как альтернатива, опять же, очков для близи. Те люди, которые работают с документами, нужно посмотреть в компьютер, и по кабинету глубиной до 3 метров. То есть их лучше носить на работе или дома тоже можно? Дома тоже можно использовать, но они противопоказаны на улице. То есть за руль садиться в таких очках нельзя. Работали, сняли? Да, да, да. Поехали дальше. Это тем людям, которые работают за компьютером более 8 часов. Кому назначаются перфокальные линзы? Перфокальные линзы назначаются детям. Это специальная линза, которая была разработана для остановки прогрессирующей близорукости. Я бы не сказала, но в помощь, да. У неё очень сложный дизайн. Идёт центральная оптическая зона, и по периферии идёт другое зрение. И когда ребёнок надевает такие очки, у него идёт световые лучи по всей сетчатке, что помогает приостановить прогрессирование близорукости. Как в салонах оптика сервис помогает подготовиться клиент? Ведь мы понимаем, что нужна дополнительная защита от яркого света. Да. У нас появилась новая коллекция солнцезащитных очков. В определённых пунктах оптики сервис у нас есть определённые скидки, допустим, на сельско-строитель 3G. У нас 30% скидки на старую коллекцию. 20% у нас идёт скидки на медицинские оправы. И 5% на контактные линзы. А также во всех оптиках и пунктах у нас новая коллекция очков. Как выбрать солнцезащитные очки? Это можно делать самим или лучше всё-таки к специалистам? Нет, это лучше обратиться к консультанту. У нас специальные консультанты, которые помогают в выборе солнцезащитных очков. Потому что посадка – это тоже очень важно для оправы. Во многих салонах сейчас есть акции при подборе очков, осмотр врача бесплатного. Заранее нужно записываться? Нет, заранее не нужно записываться. У нас акция начинается по всем адресам. Начинается у нас с 1 мая по 31 мая. Подбор очков с прогрессивным дизайном при заказе. Приём врачей бесплатно. Какие ещё акции действуют у вас в салонах? Ещё у нас акция на пункте Новосёлов, строение 62. Приём врачей бесплатно при заказе очков. В гостях программы «Городские встречи» была Наталья Скотникова, оптометрист салона «Оптика-сервис». Спасибо, что пришли. Пожалуйста. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова